Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы на нас еще не подписаны по какой-то причине, рекомендуем подписаться. На нашем канале вы найдете большое количество интересного, а главное полезного материала о том, что касается выбора и приобретения поддержанного автомобиля. В том числе и обзора на машины, как в формате тест-драйвов, так и в формате обзоров технических, где мы подробно разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. В нашем сегодняшнем обзоре речь пойдет про автомобиль, представитель, наверное, одного из самых широко представленных на вторичном рынке, да и на рынке автомобилей в принципе класса. Эта машина относится к классу С, то есть гольф-класс. Компактный хэтчбэк к данному классу автомобиля относится, например, тот же Hyundai Solaris или Kia Rio. Если вы проживаете на территории нашей страны, восточнее Уральских горы, тем более в Сибири, либо на Дальнем Востоке, скорее всего, в круг рассматриваемых для покупки моделей попадут версии автомобилей с правым рулем. Таких машин в последнее время завозится достаточно большое количество в связи с наметившимся дефицитом авто у официальных дилеров. Зачастую праворульные автомобили имеют меньшие и, что немаловажно, подтвержденные пробеги, нежели их леворульные аналоги. Да, и в плане комплектации и выбора агрегатов эти машины также могут демонстрировать более интересные предложения. В следующие несколько минут мы покажем и расскажем вам про Toyota Auris в кузове E180. Встречайте! Toyota Auris в кузове E180 это второе поколение модели. По сути дела, Toyota Auris это укороченная Corolla в кузове хэтчбэк, которую компания в свое время решила вывести в отдельную модель. Второе поколение дебютировало в 2012 году и поставлялось для различных рынков сбыта. Причем версии для разных рынков имели достаточно большие отличия по агрегатам. В частности, на российском рынке леворульные Auris продавались новыми до 2016 года. И под капотом такие машины могли иметь всего два варианта мотора. Атмосферник на 1,3 литра на 99 лошадиных сил и старший двигатель объемом 1,6 литра, также в атмосферном варианте. Версии для японского рынка имели гораздо более яркую палитру агрегатов под капотом. Младшим агрегатом в линейке для японских Auris был двигатель объемом 1,2 литра, причем с турбонаддулом. На 116 лошадиных сил, который агрегатировался только с вариаторной коробкой и передним приводом, были более простые и привычные версии с двигателями объемом 1,5 литра на 105 и 108 лошадей. В зависимости от того, полный либо передний привод такие версии имели. Коробка передач вариатор. Ну а старшим в линейке для японских Auris был мотор объемом 1,8 литра, который выдавал 143 лошадиные силы в версии с вариатором и 144 в версии с шестиступенчатой механикой. Ну и отдельно можно обозначить гибридную версию, которая по сути, имея под капотом силовую установку с бензиновым двигателем объемом 1,8 литра на 99 лошадей, повторяет собой Toyota Prius. Наш сегодняшний экземпляр это машина 2017 года выпуска. Рестайлинговый вариант с двигателем объемом 1,5 литра на 108 лошадиных сил передним приводом и вариаторной коробкой. Пробег этой машины по Японии чуть больше чем 80 тысяч километров, а аукционная оценка 4 балла. Те из вас, кто помнит, какого размера были хэтчбеки C-класса в начале, например, 90-х годов, при первом взгляде на Auris отметят, конечно, тенденцию на увеличение габаритных размеров подобных автомобилей. Так что компактный хэтчбек C-класса Auris не такой уж и маленький. Длина этого автомобиля 4 метра 33 сантиметра, ширина 1,76 метра, а высота 1,48 метра. При этом колесная база машины 2 метра 60, что является достаточно неплохим показателем для данного класса. Машинка получилась относительно легкой. Снаряженная масса 1220 килограмм, а максимально разрешенная 1495. Что касается лакокрасочного покрытия в части его толщины, стандартный окрас для Auris это 90-140 микрон. Типичная цифра для любой Toyota, в том числе и для произведенной на внутренний японский рынок. Ну а говорить про характерные места появления коррозии на данных автомобилях еще, пожалуй, слишком преждевременно. Нужно подождать, когда им исполнится хотя бы лет 10. Исключения могут составлять полноприводные модификации, которые имели хождение на севере Японии. Где в зимний период используются антигололитные реагенты. Так что, если вы смотрите полноприводную машину, осмотр на подъемнике строго обязателен. Хотя и во всех остальных случаях постарайтесь также не пропускать эту фазу осмотра. Обзор внутренней части автомобиля по традиции начнем с багажного отделения. Доступ куда открывает достаточно легкая крышка. Конечно, никто не ожидает от хэтчбека с укороченным задним свесом вместимости универсала типа Toyota Fielder. Но, тем не менее, даже при первом взгляде багажник в этом автомобиле очень напоминает таковой у Prius или у любого гибрида. В частности, небольшой высоты багажного отделения. Высота багажного отделения от фальшпола до крыши порядка 70 сантиметров. Ширина проема багажника по его средней широкой части это 103 сантиметра. Глубина багажного отделения до поднятых спинок задних сидений это 80 сантиметров. А ширина внутренней части между колесными арками 96. Что касается убранства багажного отделения, то по большому счету здесь все вполне обычно, но очень аккуратно. Багажник отделан своего рода ворсовым материалом. Здесь не пластмасса, царапаться все это дело не должно, по идее. Опять же, сохранилась штатная полочка, есть плафон освещения, есть два крючка, на которые можно подвесить, например, пакеты из супермаркета, чтобы они не рассыпались при повороте. По всему полу багажника под фальшполом на первом уровне у нас находится органайзер своего рода с тремя длинными нишами. Здесь лежит домкрат и внизу набор штатного инструмента, а также докатка, что достаточно уже редко встречается на современных японских компактных автомобилях. Как правило, они комплектуются только герметиком и компрессором, то есть ремнобором. Если же вам нужно увести нечто габаритное, вы можете сложить спинки заднего ряда. В этом случае полезная длина багажника у вас значительно возрастет, где-то до полутора метров. Ну а если вам нужно перевести какой-то очень длинный и узкий груз, то до передней панели условно порядка двух метров тридцати сантиметров. Ну а теперь перейдем в салон. Первое, на что обращаешь внимание, попав в салон Ауриса в рестайлинге, это некоторая схожесть впечатлений от приборной панели, например, с последним филдером. Но в отличие от филдера, чисто субъективно в Аурисе почему-то ощущается больше пространства. В принципе, при моем росте метр восемьдесят шесть сантиметров, мне удалось подобрать за рулем этого автомобиля удобную посадку. Причем удалось сделать это достаточно быстро. Да, здесь есть регулировка руля как по наклону, так и по вылету, но диапазон этой самой регулировки нельзя назвать огромным. В целом он достаточно ограничен, особенно если сравнить его с некоторыми европейскими моделями, например, от Volkswagen. Сидение водителя в данном случае имеет все положенные регулировки. Для данного класса в том числе и регулировку по высоте. Причем диапазон этой самой регулировки высоты тоже достаточно большой. Так что в принципе с подбором удобной посадки в этом автомобиле не должно возникать особых проблем. По крайней мере у людей с ростом до метр девяносто. И еще одна иллюстрация про запас пространства здесь. Сейчас я сижу максимально низко и максимально далеко от руля. В этом положении носок моей левой ноги, даже будучи вытянутым вперед, едва-едва достает пол салона. А нога при этом полностью выпрямлена в колени. Если бы рулевое колесо регулировалось по вылету еще чуть побольше, то запас регулировок в этом авто можно было бы смело назвать достаточным для любого водителя. Ну а теперь про компоновку органов управления, кнопочки и так далее. У нас не самая максимальная комплектация, судя по обилию пустых заглушек на панели приборов. Но тем не менее, кое-что есть и это кое-что скомпоновано достаточно логично. Любой человек, который хоть раз в своей жизни поездил хоть на одной модели Toyota, здесь без труда разберется. Клавиши управления бортовым компьютером и мультимедийной системой на рулевом колесе находятся ровно там, где в принципе они и должны быть. Тянуться никуда не надо, все удобно и, что немаловажно, на клавиши можно не смотреть при использовании. Они выполнены таким образом, чтобы быть тактильно различимыми. Под правой рукой за рулем по сути ничего особо примечательного нет. Спрятавшаяся от глаз кнопка запуска остановки двигателя, блочок управления боковыми зеркалами, складывание и регулировка, а также блок управления стеклоподъемниками. Причем самое интересное, в нашем Auris все четыре стекла имеют автоматический режим, причем как на подъем, так и на опускание. И это на самом деле достаточно удобная функция. Также стоит отметить достаточно основательную, массивную и удобную ручку открывания-закрывания двери. Под правой рукой у вас отделанный кожей подлокотничек, причем все это на самом деле очень удобно и рука ложится ровно туда, куда должна. Под левой рукой тканевый подлокотник на центральном боксе с небольшим вещевым ящичком под ним и полочкой для каких-то мелочей. Ну а на центральной консоли, кроме дефлекторов вентиляции и большого экрана мультимедийной системы, на которой кстати выводится картинка с камеры заднего вида, мы имеем только кнопку аварийки и часы. Ну и надпись Auris по низу. Кто-то может сказать про некую недосказанность или недонаполненность панели содержимым, но по большому счету лично у меня вопросов к этому нет. Зато блок управления клавиш автоматическим климат-контролем здесь выполнен очень интересно, как с точки зрения функционала, так и с точки зрения дизайна. Очень приятная бледно-голубая подсветка, не раздражающая глаз. Все это дело достаточно логично скомпоновано. Здесь очень тактильно приятные клавиши, которые регулируют температуру. Кстати климат здесь раздельный, а также скорость вращения вентилятора и переключение режимов обдува. На самом деле очень приятное усилие на кнопках. Все это дело очень хорошо, тактильно, опять же различимо. Отвлекаться от дороги не понадобится. Здесь есть подогрев боковых зеркал, который как на Honda'х включается, кстати, вместе с подогревом заднего стекла. Ну и внизу центральной консоли у нас 12-ти вольтовая розетка в гордом одиночестве и клавиша включения-выключения системы стабилизации. Селектор змейка очень компактный и очень также удобно ложащийся в руку. Кстати говоря, что касается подстаканников, бардачков и прочих мест для хранения. Как уже было упомянуто, имеется центральный бокс. Также есть два подстаканника в центральной консоли. Бардачок основной здесь очень объемный. Сюда легко войдет довольно-таки увесистая толстая папка формата А4 без всяких проблем. И в дверных картах по низу у нас есть не очень большой и не очень длинный отсек. Причем передняя его часть отформована, например, под бутылку для воды. Либо опять же под большой достаточно, кстати, по размеру стакан. Что касается обзорности, то несмотря на высокую линию передней панели, каких-либо вопросов по обзорности к данному автомобилю у меня нет. Боковые зеркала, несмотря на то, что они заужаются к краю, здесь по площади очень большие. Передние стойки, как дань безопасности, здесь довольно-таки широкие. Но, тем не менее, при повороте не создается ощущение ограниченности обзора. Ну, а что касается ограниченного ввиду узости заднего стекла обзора при движении задним ходом, здесь в помощь штатная камера. Ну, а теперь давайте посмотрим, как будут чувствовать себя пассажиры второго ряда. Что касается второго ряда, в данном случае я сижу сам за собой. Мой рост, напоминаю, 1,86 метра. Колени в данном случае контачат с передним креслом, но при этом они в него не давят. То есть, в принципе, можно сказать, что чуть-чуть сдвинув вперед сиденье, буквально на сантиметр-полтора, уже можно расположиться нормально. Задняя часть кресла, кстати, очень мягкая. И даже контакт коленей с креслом не вызывает каких-то неприятных ощущений. Само сиденье второго ряда в данном случае плоское. Абсолютно никакого профиля под двух седоков здесь нет. Ремней три. И поэтому, в принципе, на небольшое расстояние людей средней комплекции здесь перевозить вполне можно и в количестве трех человек. В качестве упора под правый локоть здесь у нас подлокотник на дверной карте, отделанный кожей. Есть также и подлокотник центральный, причем с двумя подстаканниками довольно-таки удобными. Ну а больше никаких удобств для задних пассажиров этот хэтчбэк, конечно, не предлагает. Помимо плафонов освещения и все тех же подстаканников, подбутыльников в самом низу дверной карты. Ну а теперь вкратце пробежимся по выбору силовых агрегатов под капотом Ауриса. Младший по объему двигатель носит наименование 8NR-FTS. Этот мотор относительно свежий для Тойоты. Это рядная алюминиевая четверка с двумя распредвалами. Конструктивно данный агрегат довольно-таки сложен, ввиду наличия на нем системы прямого впрыска топлива, а также турбонаддува. Выдает этот небольшой по объему двигатель 116 лошадиных сил, но 185 Нм крутящего момента. Этот же мотор можно встретить под капотом, например, кроссовера Тойота CHR, причем именно на машинах, поставляемых на российский рынок. В то время как на российских Аурисах такого мотора в гамме не было. Еще одной особенностью 8NR-FTS является использование здесь фазорегуляторов более продвинутой конструкции, которые позволяют данному двигателю работать по более экономичному циклу Аткинсона. В приводе ГРМ на этом двигателе используется цепь, а гидрокомпенсаторы конструкции предусмотрены регулировкой созоров клапанов, заниматься не нужно. Непосредственный впрыск и турбонаддув обуславливают необходимость использования в данном моторе высокооктанового топлива, причем надлежащего качества, а также частую смену масла раз в 5-6 тысяч километров пробега. Сам производитель заявил ресурс этой силовой установки в 200 тысяч километров и на этом успокоился, но использование хороших горюче-смазочных материалов и регулярное, более частое, нежели заводской регламент, замена масла будут способны продлить жизнь этого агрегата как минимум до 300 тысяч. Двигатели относительно свежие, еще не успели посрамить свою репутацию чем бы то ни было, правда единичные владельцы все же сталкивались с расходом масла на угар на данных моторах, а также нужно помнить про то, что двигатель современный, экологичный и как следствие система ЕГР на этом моторе должна поддерживаться в функциональном, то есть чистом состоянии, причем с достаточно высокой периодичностью, где-то раз в 30-40 тысяч километров пробега. Но и как любой современный двигатель, этот мотор перегрева не любит, и именно перегрев как раз зачастую приводит к появлению расхода масла на угар. Агрегатировался 8 NRFTS только с вариаторной коробкой и только на переднеприводных автомобилях. Из преимуществ этого мотора топливная экономичность и достаточно неплохая тяга. Младший по объему двигатель на леворульных аурисах это совершенно другой мотор. Его индекс 1 NRFE. Это атмосферный и простой по конструкции агрегат. Он тоже 4-цилиндровый, два верхних распредвала, есть фазовращатели на обоих валах и самый обычный распределенный впрыск топлива. Также присутствуют гидрокомпенсаторы, а привод ГРМ тоже цепной. Каких-то специфических болячек 1 NRFE не имеет в силу своей конструктивной простоты. Масложор на больших пробегах за 150 тысяч километров может появляться, поэтому проверка на дымность рекомендуется в любом случае. Ну и в процессе эксплуатации периодически надо поглядывать за состоянием насоса системы. Охлаждение помпа на этих моторах иногда просится на замену на относительно скромных пробегах 50-60 тысяч. Данный двигатель, выдающий 99 лошадиных сил, агрегатировался на леворульных аурисах, либо с механикой, либо с вариаторной коробкой. Моторы объемом 1,5 литра, которые могли быть как в 105-сильной, так и в 108-сильной разновидности, в зависимости от полного либо переднего привода, которым оснащалась машина, ставились на японские праворульные варианты. Это 1 NZFE. Крайне распространенный двигатель, который очень много куда ставился. На вторичке эти моторы крайне широко представлены и довольно неплохи по своим характеристикам. По конструкции все те же 4 цилиндра в ряд, все тот же алюминиевый блок, два распредвала, фазовращатель на впуске и цепной привод ГРМ. Гидрокомпенсаторы также есть, заниматься регулировкой клапанных зазоров не надо. Серьезных конструктивных недостатков также нет, но если пробег автомобиля, который вы смотрите, превышает 150 тысяч километров, на всякий пожарный послушайте мотор на предмет отсутствия посторонних звуков со стороны механизма ГРМ. Цепочка на 1 NZ может демонстрировать признаки растяжения, как раз таки где-то к этим пробегам. Ну и вершина агрегатной линейки под капотом Ауриса это двигатели ZR серии. Для леворульных машин это будут моторы 1 ZR-FAE, объемом 1,6 литра, которые в разные годы выдавали 124 либо 132 лошади. А для японцев это 2 ZR, то есть моторы имеющие объем 1,8. Обычные бензиновые варианты выдавали 143 либо 144 лошадиные силы, если речь идет про автомобили с механической коробкой. Ну а в составе гибридной установки трудился все тот же ZR, но только в версии FXE, то есть адаптированная для работы в составе гибрида. Работали они по циклу Аткинсона и не имели навесного оборудования. На чисто бензиновом 2 ZR-FAE, который оснащен системой изменения высоты подъема клапанов Valvematic, по сути дела два момента, на которые стоит обращать пристальное внимание. Это непосредственно сама система Valvematic. Правда, в нашей практике проблемы именно с праворульными японскими машинами, с такими моторами мы не испытывали. Зато были случаи, когда мы сталкивались с необходимостью ремонтировать блок управления Valvematic на леворульных вариантах. И все тот же расход масла на угар, который на ZR-серии, как правило, связан с маслосъемными кольцами, а вернее с их залеганием. Поэтому, если вы приобретаете подобный автомобиль с небольшим пробегом, постарайтесь не затягивать со сменой масла. Для данных двигателей разумным интервалом его замены будет пробег около 7000 км. В остальном же ZR-моторы, хоть и считаются формально одноразовыми, но при этом демонстрируют весьма неплохой ресурс. Иной раз они способны отработать далеко за 300 тысяч километров пробега. Все моторы под капотом AORIS демонстрируют очень хорошую надежность и, кстати, отличаются экономичностью. Так что в плане надежности по моторам у AORIS все хорошо. Каких-то откровенно провальных агрегатов под капотом этих машин нет. Что касается коробок передач, то здесь, по большому счету, тоже вопросов нет. Основным типом КПП на данных автомобилях будет вариаторная трансмиссия. Коробки эти также имеют очень широкое распространение по модельному ряду Toyota и, по большому счету, каких-то болячек у них нет. Единственное условие того, чтобы ваша коробка дожила спокойно до 250 тысяч километров пробега, а может быть даже и более, это регулярная замена рабочей жидкости. Желательно раз в 40 тысяч с заменой фильтров. Ну и, конечно, при эксплуатации автомобиля с такой трансмиссией, помните, что он здесь для экономичности, а не для дрэгрейсинга, например. Так что чем меньше ударных нагрузок будет переживать ваша коробка, тем больше будет пробег на одометре, до которого вам не придется заморачиваться с ее ремонтом. Ну и перед тем, как взглянуть на Toyota Auris снизу с подъемника, поговорим про жизненно важный параметр – дорожный просвет. По каталогу значение клиренса для Auris 2-й генерации 140 мм. Скорее всего, так оно и есть, если речь идет про низшую точку под защитой. Но в обычных условиях, когда вы, например, паркуетесь к поребрику, вы все же паркуетесь не защитой, а передним бампером. И в этом случае у вас в запасе порядка 15-16 см до пластиковой защиты, но всего около 13 до брызговичка. В целом это, конечно, не кроссовер, но, в принципе, обычно нормальный легковой клиренс. То же самое касается и расстояния от земли до поддомкратника. В данном случае это, кстати говоря, порядка 15 см. В задней части до поддомкратника у нас чуть побольше расстояния, порядка 17 см. Ну и если вы паркуетесь к высокому препятствию, постарайтесь сделать это задним ходом. 26 см до нижнего края. Причем ниже этого параметра свисает только банка глушителя. Так что имейте в виду, паркуйтесь, если что, левым углом. Ну а теперь, что касается подвески Ауриса второй генерации. По своему конструктиву эта ходовая часть вполне характерна для автомобилей данного класса. Передняя подвеска выполнена по схеме Макферса. Из хорошего можно отметить, например, болтовые соединения нижних шаровых опор к рычагам. Соответственно, поменять этот узел вы сможете, не меняя весь рычаг в сборе. Весьма солидно выглядят и сами компоненты ходовки. И все здесь, начиная от тех же самых шаровых и заканчивая сайленблоками в рычагах, достаточно массивная для, опять же, компактного хэтчбека и производит впечатление надежной ходовой. Собственно, опыт многочисленных владельцев Toyota Corolla, на базе которого Аурис и построен, только подтверждает эти догадки. Как правило, данные автомобили не досаждают своим владельцам какими-либо серьезными ремонтами по ходовке. Единственный момент, за который можно было бы пожурить инженеров, проектировавшись данную ходовую часть, это размещение переднего стабилизатора, чей достаточно толстый пруд проходит в данном случае внутри подрамника. Соответственно, для того, чтобы произвести, к примеру, замену втулок стабилизатора, здесь кое-что придется разобрать. Что касается рулевой рейки, в данном случае используется электроусилитель руля, соответственно, никаких проблем со шлангами, гур и так далее, в связи с отсутствием оных на автомобиле у вас не будет. По дороге к задней части автомобиля отмечаем наличие необычно большого для Toyota количества пластиковых защит на днище и состояние самого днища кузова. Напоминаем, пробег этого автомобиля 81 тысяча километров по Японии, и машина снизу выглядит практически новой, не считая небольшого налета на выхлопной системе, что, в принципе, нормальное явление. Что касается задней подвески, то в данном случае используется очень простая и понятная зависимая схема. Здесь обычная балка, соответственно, кроме двух больших сайленблоков и втулок на амортизаторах, выходить из строя здесь больше особо-то и нечему. И до пробега в 250-300 тысяч лазить сюда вы точно не будете. 50-литровый топливный бак, так же, как и его заливная горловина, выполнен из пластика, соответственно, каких-то вопросов по коррозии компонентов топливной системы здесь, в принципе, так же быть не может. Таким мы увидели сегодня хэтчбэк Toyota Auris в кузове E180 рестайлинг без пробега по России. И, надеемся, после просмотра нашего ролика у вас появилось общее представление о том, что же такое этот автомобиль. Если же вы владели или владеете подобным Auris, проехали на нем не одну сотню тысяч километров, и вам есть в чем нас поправить и чем нас дополнить, пишите это в комментариях. Людям, которые рассматривают такую модель для покупки, именно ваш комментарий может помочь определиться с выбором. Ну, а если вас заинтересовал конкретный автомобиль на нашем подъемнике, есть приличный шанс, что к моменту выхода данного видеосюжета машина все еще будет находиться в продаже в компании RDM Import в городе Новосибирск. Всю интересующую вас информацию по конкретному автомобилю можно уточнить, воспользовавшись контактными данными в описании под видео. Спасибо за просмотр и хорошего дня. До новых встреч на канале. Пока!